Все самое интересное о городе Ашай. Ашай – город, расположенный на юго-востоке Эсоса на побережье Нефритового моря. Находится на очень большом расстоянии от Вольных городов, до Тракийского моря и залива работорговцев. Ближайший город – Кварт, из которого доплыть до Аша можно за несколько месяцев. За Ашаем начинается край теней, загадочные и малоизученные земли. Известные выходцы из Аша – Мелисандра, красная жрица владыки света и заклинательницы теней. Бывшая советница Станиса Баратеона и Джона Сноу. Куэйта, которая встречает Джораха Мормонта в Кварте. Как и Мелисандра, является заклинательницей теней. Упоминание города в сериале. Сиезан первый. Илери Амапатис дарит Дайнерис на свадьбу три драконьих яйца, утверждая, что они из края теней, которые находятся за Ашаем. Джорах Мормонт рассказывает Дайнерис про призрачную траву, которая произрастает в краю теней за Ашаем. Дорея говорит Визюрису, что видела загадочного человека из Ашаа с кинжалом из драконьего стекла. Джорах предлагает Дайнере сбежать в порт Ашаа, чтобы не оказаться среди хаоса, который начнется в Кхолосаре после смерти дрова. Сезон второй. Мелисандра, жрица владыки света из Ашаа, обращает Станиса Баратеона в свою веру и становится его ближайшей советницей. В Кварте Джорах встречает Куэйту, заклинательницу теней из Ашаа. Сезон пятый. Тиена Сент рассказывает Бронну, что смазывает свой кинжал ядом долгое прощание, которое привозит из Ашаа. Интересные факты. Согласно книге, путешествие из Валантиса в Ашаа и обратно может занять до двух лет. Между костюмами Куэйта и Мелисандры есть некоторые общие черты. По словам художника по костюмам Мишель Клэптон, маска Куэйты была специально сделана из шестиугольников, чтобы подчеркнуть ее сходство с Мелисандрой, ведь в ее ожерелье и одежде также встречаются эти элементы. Вполне возможно, что выходцами из Ашаа являются еще как минимум четыре красных жрица. Кенвара, Занруш и две безымянные жрицы, одна из которых проповедовала в Валантисе, а другая – в Мейрине. В их нарядах и украшениях также присутствуют изображения шестиугольников. К примеру, ожерелья Кенвары и жрицы из Мейрина практически такие же, как у Мелисандры. Карта с указанием местоположения Ашаа и Края Теней никогда не появлялась ни в сериале, ни в книгах. Единственное официальное изображение данного региона присутствует в сборнике карт постеров Земли Льда и Пламени, изданном в октябре 2012 года при участии Джорджа Мартина. В книгах. Согласно информации из книги «Мир льда и пламени», Ашай известен также, как Ашай и Утени. Это самый восточный и самый южный из больших городов известного мира. Расположен на побережье Нефритового моря в месте его соединения с Шафрановым проливом. Через Ашай протекает река Пепельная, вода в которой отравлена и непригодна для питья. Путешественники рассказывают, что весь город целиком выстроен из черного камня, особняки и трущобы, дворцы и храмы, улицы и стены. Ашай – огромный по площади город. В его крепостных стенах бок о бок могли бы разместиться Валантис, Кварт и Королевская Гавань. Еще остался бы свободный угол для староместа. Однако население в Ашши едва ли больше, чем в обычном торговом городе. В Ашши действует крупный порк, через который завозится вся провизия, вино и пресная вода. За стенами Аша ничего не растет, кроме призрак травы, чьи побеги не годятся в пищу. Если бы не ввоз продовольствия из-за моря, Ашай вымер бы от голода. В городе нет ни детей, ни животных. Ашаю тени – излюбленное пристанище колдунов и магов всех мастей. Здесь действуют чернокнижники, волшебники, алхимики, лунные певицы, красные жрецы, некроманты и пироманты, почитатели черного козла, бледного отрока, льва ночи. Самыми зловещими из здешних колдунов являются заклинатели теней, чьи лица скрыты от глаз богов и смертных лаковыми масками. Только они рискуют подниматься к северу от города по реке Пепельной в край теней.